Всем привет! С вами канал Теннис Здесь и сегодня мы поговорим о выборе теннисных струн. Поехали! Зачастую ракетки продают в магазинах без струн или же с базовой натяжкой струн, которая, как правило, подойдет новичкам, но не продолжающим теннисистам и уж тем более не профессионалам. Поэтому я советую перетянуть такую ракетку. Итак, разберемся, какими бывают струны. Струны бывают натуральными, сделанными из бычьих кишок. Синтетическими, сделанные из нейлона или полиэстера. И также гибридные, сочетают в себе натуральные и синтетические. Натуральные струны достаточно дорогие, их используют в основном только профессионалы, поэтому я не советую заострять на них внимание. Перейдем сразу же к синтетическим струнам, в которых выбор наиболее большой. Структура синтетической струны. Моноволокно. Одни из самых прочных струн, но, как следствие, не самых мягких. Подойдут для тех, кто часто рвет струны, но не имеет проблем с суставами руки. Мультиволокно. Достаточно мягкие струны. Отдача при ударе такими струнами будет значительно меньше, чем у моноволоконных струн. Но износ мультиволоконных струн будет гораздо быстрее. Текстурированные струны. Подходят для тех, кто любит сильно вращать мяч. Любят крученые, резанные удары. Максимально хорошо цепляют мячик и сильно его вращают. Комбинированные струны. Как правило, такие струны ставят на ракетку сразу с завода. Они имеют средние характеристики и подходят для начинающих игроков. И также их ставят на детские теннисные ракетки. Еще одна важная характеристика – это толщина струны. Измеряется в миллиметрах. Толщина бывает от 1,2 мм до 1,5 мм. Что важно знать? Чем толще струна, тем лучше будет ее износа стойкость. И она лучше гасит удар. Чем тоньше струна, тем чаще она будет рваться. Но будет лучше сцепление с мячом и контроль мяча. И последняя важная характеристика – это сила натяжки струн. Измеряется она в килограммах. Обычно от 23 до 27. Указывается рекомендуемая натяжка струны на ракетке. И, как правило, мастер по натяжке, зная, какую силу натяжки вам нужно натянуть. Однако есть предпочтение у разных игроков. Поэтому важно понимать. Чем сильнее вы натянете струну, тем лучше будет контроль мяча, но слабее удар. Чем слабее натянете струну, тем сильнее будет удар, но хуже контроль мяча. Вкратце – это все главные характеристики струн. Резюмируя все вышесказанное, я приведу несколько примеров струн, которые я бы рекомендовал вам натянуть для начинающего игрока, для продолжающего. Но профессионалам не буду ничего советовать, они и сами знают свой стиль игры и могут сами решить, какая струна им подойдет и какая натяжка. С вами был канал «Конец здесь», не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч. Пока-пока!